Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск «День за днём». С вами Виолетта Ефименко. Что произошло в регионе, узнаете прямо сейчас. Основные темы выпуска. Продолжается работа по очистке колейности и обледенению в родных территориях. В администрации города состоялось еженедельное плановое оперативное совещание. Смоленские атомщики встретились с ярославцами в баскетбольном поединке. Он мне красивый, мой домовой. Я не жадный, я домовитый. Тайна домового раскрыта. По скверу Смоленска торжественным маршем прошли танкисты и ветераны 1-й гвардейской танковой армии. Танковая армия была основана в 1943 году и недавно ей исполнилось 76 лет. Она играла решающую роль в борьбе с фашистской Германией. После победы штаб Краснознаменной танковой армии находился в Смоленске, но в 1998 году её расформировали и вновь восстановили в вооружённых силах России только пять лет назад. 5 февраля руководители городских муниципальных подразделений отчитались о проделанной работе за неделю и обсудили ряд планов на будущее. Подробности в сюжете. В отделение скорой помощи обратилось 256 человек. В два раза увеличилось количество заболевших ОРВИ. Выявлено два случая пневмонии. В акушерском отделении родилось семь младенцев. Зима в этом году не радует стабильностью. Переменчивость погоды вносит свои трудности в жизнь горожан. Продолжается работа по очистке колейности и обледенению в дворовых территориях. И идёт контроль за посыпкой реагентами против сражения. Ежедневная борьба коммунальных служб с зимними осадками продолжается не только на земле. Особый контроль также, кроме обледенения тротуаров и дорожек, уделяем и возможности возникновения сосудов, связанных с этим риском. Работаем в этом направлении ежедневно. И осмотром, и, соответственно, сбиваем. Культурная жизнь Десногорска насыщена новыми событиями. 7 числа 15.00 возле «Ангела мира» состоится акция «Корм в каждый клюв». В рамках акции «Позаботься о животных». 10-11 февраля в нашем городе стартует финал школьной баскетбольной лиги «Кайсбаскет». Игры проводятся на базе «Фоктесна» в течение дня. Отдел социальной защиты населения объявил о городском смотре конкурсе по охране труда за 2018 год. Оценивается состояние условий охраны труда для присвоения звания лучшей организации. Две нелегальные микрокредитные организации прекратили свою деятельность. Этому поспособствовала слаженная работа Федеральной антимонопольной службы и Центробанка России. Одна из них проводила активную рекламную кампанию на территории Смоленской области и пользовалась доверчивостью горожан. Жертвами мошенников уже стали жители Руднянского, Сычевского, Вяземского, Ерчского и Глинковского районов. Им предлагались займы даже после многочисленных отказов банков и плохой кредитной истории. В выходные дни в центре Десногорска зафиксирован акт вандализма. На стенде с планом эвакуации граждан обнаружены трещины и вмятины крупных размеров. Напомним, что благодаря программе «Комфортная городская среда» в этом районе, как и в других частях города, установлена система видеонаблюдения. В настоящее время просматриваются видеозаписи со всех ближайших к стенду камер. Виновные будут наказаны. А теперь новости спорта. В минувшие выходные в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна в баскетбольном поединке сошлись команды «Динамо Росэнерго Атомс АЭС» и «Юни Баскет» из Ярославля. С каким счетом завершилась встреча, узнаете из нашего сюжета. Все шансы попасть в плей-офф первенства Центрального федерального округа были у команды «Динамо Росэнерго Атомс АЭС». Но «Динамовцы» не выдержали стремительного напора ярославцев. Гости с первых минут начали стремительную атаку, а битва за кольцо соперников закончилась для хозяев поражением. Счет первого матча 66-92. На второй день игры «Динамовцы» вели себя более уверенно и показали достойный уровень игры. Спортсмены стремительно отправляли мяч в кольцо ярославцев, но уступили на последних минутах. В итоге десногорской команде не удалось вырвать победу из сильных рук спортсменов «Юни Баскет». Гости одержали заслуженную победу в четвертый раз. Счет второго матча 76-69. Виолетта Ефименко, Григорий Шилин, Светлана Разганова, Десна ТВ. На летние каникулы в Артек, Орленок и Смену отправятся 195 смоленских школьников. Отдохнуть в лагерях Крыма и Краснодарского края за счет федерального бюджета ребята смогут благодаря хорошей учебе. Почти все они не только отличники, но и победители Олимпиад, фестивалей и соревнований. Кто именно поедет отдыхать в этом году, решалось на конкурсной основе. Каждая смена в детском центре посвящена определенной теме. Это может быть спорт, профориентация или гражданско-патриотическое воспитание. Путевка на 21 день выдается бесплатно. Однако транспортные расходы родители или попечители оплачивают самостоятельно. Получить свидетельство о рождении стало еще проще. В Первой городской клинической больнице Смоленска уже производится государственная регистрация рождения детей. Помимо этого, в перинатальном центре можно установить отцовство и получить соответствующую справку. Также в центре появилась возможность зарегистрировать малыша, независимо от места жительства родителей. Инициировал создание этого проекта губернатор Алексей Островский. Славянская культура богата разными персонажами. Верить в них или нет – личное дело каждого. Но к встрече с ними на всякий случай лучше приготовиться заранее. Как это сделать – смотрите далее. Кто такой домовой и можно ли с ним подружиться? Этим вопросом озадачивать в Десногорском историко-краеведческом музее. Организаторы основательно подошли к вопросу. Урок начался с теории. Ребята узнали, что это за дух, где он живет и как его случайно не разозлить. Закрепить знания удалось при просмотре обучающего мультфильма. Например, мало кто знает. Но чем старше домовой, тем моложе он выглядит, так как рождаются они уже стариками. Если дома такого сожителя пока нет – не беда. Ребята проявили фантазию и сделали себе своего собственного домового, который получился прям как настоящий. Глазки у него голубые. Они будут… Я его подарю домовенку, поставлю вместе с едой. И он, наверное, будет рад. Он мне красивый, мой домовой. Детям такие праздники очень нравятся, так как сегодня мы им рассказали, во-первых, о культуре домового, как он выглядит. У них развивается сразу фантазия. Они начинают что-то сочинять, придумывать. После такого мастер-класса по дружбе с домашним духом можно не сомневаться. К встрече с ним ребята подготовлены основательно. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Стана Разганова, Десна ТВ. 4 февраля произошло отключение горячей воды на 22 улицах Смоленска. Обслуживающая компания «Смоленск Теплосеть» приступила к плановой химической промывке оборудования. Оно должно производиться два раза в год. В связи с этим без горячей воды находятся более 50 жилых домов, три детских сада, промгимназия и две школы. Возобновить подачу горячей воды «Смоленск Теплосеть» планируют 8 февраля. И коротко о погоде. 7 февраля в Десногорске облачно. Днем минус один, ночью до минус семи. На сегодня это все новости. Все самое важное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefiz.ru. С вами была Виолетта Ефименко. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»